Партнер проекта «Спорткомплекс Прогресс» на Маклина, 34. С Верой в спорт. Добрый день. Это программа «Сфера в спорт» у микрофона Вера Власова. Мало кто знает, что 2018 год ознаменован столетием женского футбола в Кировской области. Поэтому сегодня у нас необычная программа. Сегодня мы говорим уже привычно о футболе, но с непривычной участницей. Это футболист любительской футбольной лиги. Можно ли так сказать? Да. Это Марина Зыкова. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Немного слов еще о Марине скажу. Евгений Алексеевич Душкин всем нам хорошо знаком и характеризовал ее как самого техничного игрока, грамотного и волевого. А помимо этого совсем недавно, и мы о этом еще скажем чуть позднее, Марина вернулась с соревнований в составе женской команды нашей кировской. И вернулась с чемпионата России по футболу 6 на 6 среди женских команд с бронзовой медалью. Да, это огромное достижение. Марина, поздравляю вас. Спасибо. В конце октября данное соревнование в Сочи проходило. Ну, давайте начнем с футбола. Собственно, что у вас привело в этот спорт и почему именно футболом решили заниматься? У меня друзья играли в футбол. Во дворе? Да, во дворе. И мне тоже захотелось. И они еще ходили на секции, на секцию по футболу. И я такая пришла с ними, говорю, а возьмите меня тоже поиграть. Ну, вот тренер иди, говорит, играй. Это вы пришли на секцию? Да, я пришла с мальчишками. А ребята, мальчишки, то есть вы дружили с мальчишками? Да, да, да. Обычный дворовый футбол. Да, смотрели за окна, я так понимаю, захотелось тоже поиграть. Нет, я там бегала с ними, играла. И потом они ходят на тренировки. Я думаю, пойду спрошу. Тренер меня взял. А какие-то, да, были испытания вам первичные, назначенные? Нет, он сказал, занимайся, все. Потому что видно, что желание есть, значит, давай играй. Да. Что дальше? Как долго вы занимались? Когда у вас прошла вот первая ваша насыщенная настоящая игра? Не знаю, первая. Сейчас вот смотрите, я около 20 лет вообще занимаюсь. 20 лет? Да. И самое первое, это вот как раз соревнование для меня, это с мальчишками, было на кожаный мяч. И это было в 99-м году. И... В составе мужской команды, получается? Мальчики, да, мальчики, мальчики, вот. Я одна девочка там играла, и там еще подарили грамоту мне, лучший полузащитник. Сказали, забей гол, тогда тебе грамоту подарим. Я говорю, ладно, хорошо. То есть вы как полузащитник забили? Да, да. В центре полузащиты играл. Это тоже было 6 на 6? Нет, там уже большой был футбол изначально. Вашей футбол тоже не мяч. Да, о нем мы тоже недавно говорили, насколько эти важные соревнования. У нас мальчишки недавно приехали, знаете, наверняка. Выиграли там много чего, но у них девчонок в команде, насколько я понимаю, не было. Насколько вот ваша ситуация была уникальна в то время и сейчас? Вы вообще слышали о том, чтобы девчонки вот играли в составе команд с мальчишками вместе? Смотрите, нам приходилось все время спрашивать, а можно ли девочке поиграть. Тут вот у нас есть девочка играет в футбол. И вот мы у руководителей у всех спрашивали. Вот кто-то да говорил, кто-то не знаю. Ну, в основном положительный ответ был. И так я стала играть с мальчишками. А были ли какие-то сложности по регламенту этих же самых соревнований, по регламенту образовательных учреждений, там, где вы в секции занимались, да, в школе? То есть это все было допустимо? Да. А рады были тренеры, что девчонка играет? Может, вы ожидали, что за вами следом еще девчонки придут? Не знаю, как раз вот видели, что я играю, да? И я звала девчонок, кто-то приходил, и обратно они уходили. И потом я просто у тренера спросила, есть в городе женская команда? Он такой говорит, есть, но ты пока еще маленькая. Я подрастешь, я тебя туда приведу. И вот как раз... Сколько вам было лет еще раз? Ну, там где-то мне было около 12 лет, вот. Примерно в 16 лет он привел меня как раз к Душкину Евгению Алексеевичу в пятую спортивную школу. И я смотрю, там девчонки играют, и... Ну, ты же старшие девчонки были. Да, наверное, 10 лет разница. Евгений Алексеевич также упомянул о соревнованиях в Рязани, когда вы были ковры в возрасте 16-17 лет. Вы помните, что это были за соревнования? Потому что он очень просил, чтобы мы об этом упомянули. Ну, в Рязани я не помню, конечно. У нас Иваново было. Иваново, Сергач там. Ну, в основном вот такие вот... По Золотому кольцу мы ездили. При Волжии были разные соревнования. Нижний Новгород ездили, Дзержинск. Это все вы с женской командой, которая на базе пятой школы? Да, да, да. Да, Марин, то, что вы ездили по городам Золотого кольца России, это вы ездили как любительская команда? Да, как любительская команда от школы ДЮС США номер пять. И занимали призовые места. И все, в принципе. То есть все у девчонок шло успешно? Да. А, кстати говоря, давайте обратимся ненадолго к вопросу тренировок. Как проходили у вас тренировки в ДЮС США? Да, вы ведь, получается, получили опыт, играя в команде с мальчишками, и играя в команде с девчонками. А сколько отличается подход к женскому футболу и к мужскому? Смотрите, женщины и вообще девчонки, они очень эмоциональные. Да. И тренеру надо, тренеру вот столько терпения надо, сколько, я не знаю, как никому, как с детьми, наверное. А тренировался у вас мужчина или женщина была? Смотрите, сначала как раз Душкина стренировалась, Евгений Алексеевич. Потом пришел Зыков Сергей Алексеевич. И потом вообще я стала тренировать, но я стала девчонок помоложе тренировать. Моложе, чем вы. Да. А в итоге чем закончилось, что у нас вообще не стало тренера. И просто сами собирались и играли. И на данное вообще настоящее время вот так и происходит. Мы просто раз в неделю собираемся сами и играем. Ну, к этому еще придем, к успехам настоящим. А насколько я помню, вы хотели что-то про тренера сказать своего? Я хочу очень поблагодарить своего первого тренера, который взял меня вообще в секцию по футболу. Это Владимир Юрьевич Григорьев. И у него еще недавно день рождения было в декабре. И поздравить, конечно, с днем рождения. Пожелаю здоровья, счастья и успехов в жизни. Вообще огромное спасибо ему, что он не сказал мне там, иди отсюда с девочками играй. А просто взял и все. Да, мы тоже, Эхо Московой редакции, поддерживаем ваши поздравления, присоединяемся к ним в полной мере. Тоже желаем здоровья, успехов. Преподает он еще? Я даже не знаю. Он сам, по-моему, играет. Ой, тогда прям по его здоровью, духу, побед. Если есть ученики, последователи в любом случае есть, те, кто заряжаются его энергией, чтобы они с благодарностью и отдавали тоже. Ну и, конечно же, всяческих успехов. Вот вернемся к тренировкам, да, с теми, которые мы начали. Девчонки, вы сказали, что более эмоциональные. Тренеру, да, конечно же, нужна невероятная стойкость нужна, терпение, мужество. Вы сказали, что там преимущественно мужчины у вас были тренерами, чтобы все это выдержать. Да, в плане физической подготовки есть какие-то отличия? Ну, смотрите, в плане физики идет то, что сновь женщины не слабее. Вот. Им просто нагрузку надо уменьшать. Ну, дозировку давать меньше, чем, допустим, мальчишкам. А в остальном можно также оставлять. В остальном это в чем тогда, поясните? Ну, смотрите, упражнения на технику, там вот это вот, на физподготовку. То есть можно также оставлять, только дозировку уменьшать, и все. То есть женщине сами по себе, вот женский футбол, он просто медленней. Вот, как раз хотела спросить, по динамике это немножечко помедленнее. Помедленнее, вот. И нагрузки, вот, которые тяжелые нагрузки, и женщины переносят, конечно, тяжелее. Вот и все. А в чем тогда изюминка женского футбола? Изюминка, наверное, в самих участниках, в самих вот женщинах. Как они там, как они реагируют, когда проигрывают, выигрывают. Там вот кто-то кричит, кто-то ревет, там, не знаю, кто-то... Да, ради такого стоит сходить на игру и посмотреть, да, как это бывает у футболистов. Да, чтобы понять, что все, наверное, довольно-таки спокойно. Марина, а, кстати, как правильно, вы футболист или футболистка? Я думаю, футболистка, надо говорить. То есть все-таки вот так вот себя позиционируете, да, все-таки с женской черточкой, с женской ноткой. Да, едем дальше. Итак, мы с вами остановились в вашей карьере в футболе, на том, что участие в всевозможных турнирах в качестве юношеской, да, у вас считалось сборная, девушек вот от пятой ДЮ США, когда вы ездили по Золотому кольцу. Сборная. Или вы уже тогда были взрослой? Ну, сначала девочками были, потом подросли уже. И ездили все это время, набирались опыта, набирали себе очки. Да. Насколько я помню, затем у вас возникло желание попробовать себя в профессиональном спорте. Расскажите, как это было. Смотрите. И как вообще у вас такое желание появилось? Что вас не устраивало в любительской системе, которую предложили? Смотрите, у нас в городе нет профессионального футбола, тем более женского. Тем более женского. И поэтому мне тренер предложил съездить на просмотр в профессиональную команду. И в итоге я поехала в Воронеж и была там на просмотре около месяца. Давайте по порядку. Почему именно в Воронеж поехали? Я даже не знаю. Мне тренер сказал, едь в Воронеж, попробуй там себя. Ну, то есть тренер знает, что там, видимо... Да, он, наверное, звонил, поэтому звонил, спрашивал, берете ли на просмотр. И когда ему дали положительный ответ, он и сказал мне. А в чем был интерес тренера? Ну, ведь отпускать такого техничного, профессионального игрока, ну, это же дорогого стоит. Ну, он же, он мальчишками занимался. Зачем я ему? Ну, он хотел помочь мне, как бы, добиться успеха вообще в футболе. И поэтому, говорит, попробуй себя в профессиональной команде. Чем вы в тот момент занимались в обычной жизни? Работали, учились? Я как раз тренировала девочек, которые младше меня. То есть я сама играла и ездила еще с ними. У нас даже иногда две команды выезжало. Не в примерно настоящей ситуации, да? Да, да, да. Об этом тоже еще скажем позднее. Но вы учились параллельно? Да, еще заочно училась. И все-все-все вместе так. На кого учились? Преподаватели? Учитель физкультуры. Учитель физкультуры. Спорт родной наш. То есть дальше вы хотели направить свою жизнь именно в тренерское русло? Заниматься именно подготовкой молодежи? Да, да, да. Насколько я понимаю. Да. Окей, в Воронеж вы поехали. Просматривали вас год. Месяц. Месяц вы говорите. Что значит, что это за просмотры такие? Да, как к ним нужно было готовиться и нужно было ли? И в чем они заключались? Там просто ты как бы тренировки проходят, ты занимаешься, как обычно, с другими игроками, и тренера просто смотрят, подходишь ты в команду или нет. И где-то вот через месяц мне сказали, что как бы ты нам не подходишь, и все. Ваша версия, почему это так произошло? Моя версия больше, что из-за роста им надо было для большого футбола более рослых игроков. Я думаю, поэтому. А в остальном, в принципе, все нормально было. Что, конечно, если вы считаете самым техничным, да, и подготовленным игроком в Кирове, а то, что они стараются местных, может быть, как-то продвигать, нет, не было такого, такой дискриминации, может быть, в некотором смысле. И местных, да, местных тоже продвигали, у них девчонки в сборной играют уже, как бы, вот так вот. Вот вы посмотрели, пожили там месяц, посмотрели, как девчонки тренируются. Насколько реально, как вы считаете, организовать нечто подобное в Кирове, чтобы у нас была своя профессиональная кировская женская футбольная команда? Я думаю, вообще все реально, и как раз я даже и сама хотела создать профессиональную команду, но нужна же материальная база и поддержка таких более влиятельных людей. Как кто? Насколько влиятельные люди для этого нужны? Ну, которые имеют вообще прямое отношение к спорту. Министр спорта. Министр спорта, да, вот различные руководители спортивных организаций, чтобы тоже были заинтересованы в это. То есть давали поле, как минимум, бизнес-структуру финансировали, да, что нужно для финансирования? Формы закупить девчонкам, да, какую-то зарплату им назначить, насколько я понимаю, оборудование закупить. Ну, сколько это примерно по деньгам выходит? Я даже не считала, потому что, ну, не знаю, не задавалась этим вопросом. Цель только была, чтобы профессиональную команду создать в Кирове и вывести ее на достойный уровень. А как вы считаете, есть из кого выбрать сейчас в кировском женском футболе для создания профессиональной женской команды? Игроки есть перспективные, но вот сейчас тоже у них у всех учеба, работа. Вот, вот, обдельно, о чем речь. И если, допустим, им бы платили такую же зарплату, как на работе, то они бы ходили с удовольствием и занимались. То есть хобби и работа, чтобы у них совпадало. И чтобы платить такую зарплату, нужно понимать, что это все будет как минимум оккупаться, да, хотя бы выходить в ноль. Для этого нужна, наверное, не одна команда, да, а несколько, чтобы какие-то соревнования были. Или была площадка, которая могла бы принимать круглогодично другие команды, и можно было проводить соревнования. Правильно? То есть это очень-очень больших усилий. В основном это идет все равно за траты. А купится это, ну, я не знаю, зависит от результата всегда. От результата той команды, вот нашей местной кировской профессиональной женской футбольной команды. Вернемся к спорту практическому, да, через который вы прошли. А вернувшись из профессиональной, скажем так, среды, вы сразу приняли решение продолжать работу в любительской команде? Или был какой-то период у вас, может быть, когда вы сомневались? Конечно, когда вернулась, сразу же начала просто продолжать так же тренироваться. Сразу же вернулись к своим. Это был тот же самый состав, да, из которого вы когда-то ушли? Ну, для того, чтобы съездить в Воронеж? Да, да, да. В основном те же были. Были еще девчонки, которые приезжали, вот, допустим, из районов, да, учиться в университетах вот сюда. И они с нами играли, потом опять уезжали. Потому что... То есть такая текучка была, да, своеобразная в команде? А много девчонок было в то время вовлечено вообще в футбол? Я думаю, что немного. Ну, допустим, нас человек 10-15, и плюс там я своих набирала там около 30 человек, но вот они приходили, и... То есть около 50 человек всего? Да, я думаю, человек 50, вот если так вот. В любительском футбольном движении. 50 человек. За эфиром вы мне рассказали, что когда вы ездили вот на финальный этап, вообще на чемпионат России по футболу 6 на 6 среди женских команд, вас было сколько? 7 человек. 7 человек. А из других городов были команды, сколько человек там было? Ну, раза в два больше. Два раза больше. А как так получается? Это 50 человек вроде бы в Кирове есть девчонок, да, а поехало только 7. Это финансовая составляющая? Да, да. Основная проблема финансовая все-таки была, нам взнос оплатили. А кто оплатил, если не секрет? Нам, по-моему, оплатил это Олег Швецов, фанком, фанком, торговый дом фанком, он директор, наверное, там, да, директор. То есть это фактически ребята, которые вас поддерживают? Да, да, да. Да, это ваши спонсоры, партнеры. Торговый дом фанком. И любительская лига нам помогла, конечно. Любительская футбольная лига нашей Кировской. Да, да, да. Это директор Алексей Куклин, который вот звонил. Директор любительской футбольной лиги. Был тоже накатан в нашей студии. Павел Шихалеев, наверное, тоже свою руку приложил, да, к этому делу. Ну, смотрите, насчет Павла я, конечно, не знаю, но Артур Степанян, он женским направлением занимается. В лиге? И он тоже помог, да. А вы, кстати, участвуете в соревнованиях нашей любительской футбольной лиги в Кирове? Да, мы участвуем. И вот в мае, в мае получилось всего две команды у нас вообще в Кирове собрали. И мы выиграли там матч за Суперклуб. Ну, конечно. Да. Вот. Но я знаю, что все равно больше есть команд. И я думаю, что на следующий год уже будет больше команд. И будем соревноваться. И интереснее будет. А почему не заявляются? Вроде там взносы небольшие совершенно в ЛФЛ. Я даже не могу сказать. Наверное, вот это вот время, да, то, что нужно. Постоянно выделять тренировки, дисциплина. Я не знаю. Не могу за других отвечать. Давайте за других не будем. Давайте будем за вас. А насколько я знаю, вы мать троих детей. Да. И у вас еще какое-то направление бизнеса, насколько я понимаю, есть, да, свое. То есть вы чем-то еще не просто домохозяйка. Так обтекаемо. Можно я про это пока не буду говорить. Но так, да, в основном мама троих детей. И пытаюсь работать из дома. И вместе с тем у вас не встает вопрос о тренировках. То есть вы, насколько я понимаю, дисциплинированная футболистка? Ну, я регулярно занимаюсь, да. Я каждую неделю один-два раза получается выезжать. То есть я маму вызываю в помощь себе, оставляю ее с детьми и иду на тренировку. Мама как к этому относится? Мама поддерживает. Понимает, да, что 20 лет уже, дочь, занимается футболом. И сейчас бросать, наверное, это прямо очень странно. Тем более после таких успехов, которых вы в октябре достигли всей командой. Потому что, мне кажется, у мужчин это несколько проще. Да, все, поработал, пошел позанимался с ребятами, поиграл в футбол, выступили на лиге. У женщин, ну, все-таки, да, и дом, и дети как-то больше всего на плечах хрупких. Да, и вместе с тем вот у Марины, вот, пожалуйста, получается как-то это все совмещать. Удивительное дело. Да. Итак, в октябре стали бронзовыми чемпионами. Что дальше? Что дальше? Мы планируем в мае еще участвовать в соревнованиях. Тоже вот любительская футбольная лига. И именно пока готовимся к этому соревнованию в мае. А пока также тренируемся и продолжаем играть. И хотим добиться еще больших успехов, чтобы, можно так сказать, прославить кировский женский футбол. На чемпионат России еще поедете? Я даже без понятия, если честно. Вообще пока не обсуждаю. Потому что надо, я так понимаю, сыграть в мае хорошо. И за счет этого уже думать, поедем на Россию или нет. А есть какие-то сомнения, что вы нехорошо сыграете? Ну, из двух команд выбор небольшой. Либо вы кого-то обыграете, либо вас кто-то обыграет. Ну, не знаю. Не могу сказать. Мяч круглый. Мяч круглый. Какое хорошее выражение. Да. То есть может и в ту, и в другую сторону одинаково залететь. Как вы тренируетесь сейчас зимой? Зимой вот мы сами собираемся на площадке стадиона «Динамо». И играем там с мальчишками. И что, ну и все в принципе. Раз в неделю получается. Кто-то тренируется чаще там. Кто-то ходит в тренажерный зал заниматься. То есть другие одни каждый своим делом занимается. А так именно футболом мы сейчас занимаемся один раз в неделю. Вот все вместе собираемся и играем. Те девчонки, которые у вас в команде. Как давно они в команде? Насколько у вас уже сложившийся коллектив? Я не интересуюсь в плане этой же самой текучки. Ну смотрите, основные игроки так живут. Где-то около 20 лет мы с ними играем. Это сколько из 7 человек 20 лет? Ну вот из 7 человек, это человек, наверное, 5-6 как раз вот они. То есть с девчонками 20 лет все вместе? Одну девочку из университета позвали. Она согласилась, поехала. Еще гол даже забила. Вообще молодец. Темная лошадка, да? Да, да, да. Я понимаю, конечно, когда подружки собираются дома, там что-нибудь там или в кафе сходят, в клуб. Ну так вот собраться, так чисто по-женски в футбол поиграть, по-моему, это очень круто. Как ваши мужья на это реагируют? Они сами, кстати, вовлечены в спорт? Ну в основном у всех мужья тоже спортсмены. То есть они понимают. Это такая же семейная традиция. Да, так же, как и я с мужем на футболе познакомилась. Да, он и футболист. Он и футболист, и судья. То есть вот так и познакомилась. Ругалась на судей. Вот так мы и познакомились. Это и вы из-за тебя, да? Какая роковая женщина. Не знаю, не знаю. Марина, а дети у вас сколько лет? И приобщаете ли вы их к спорту уже сейчас? Да, дети играют. У меня дочка и два сына. Дочка старшая? Дочка, да, старшая. Ей 8 лет. И она тоже играет. Мама говорит, я на футбол буду ходить. Вот. Сыновья тоже играют. Мы все вместе играем. То есть за мамой, за папой просто повторяют. И вот маленький ребенок, ему годик. Вот он как раз со мной ездил на соревнованиях. Ого. Да. И там у меня, когда у меня была игра, нянчились другие девочки с ним. Даже из других команд. То есть одна, которая у вас была запасная? Да. И остальные девчонки из других команд. Вот она женская солидарность. Смотрите, проблема еще какая была. Нас не пускали с коляской на поле. Говорит, нельзя, типа, опасно для ребенка. Вот. Ну, мы там говорили, вот мы девочку поставим, она будет защищать. Да, все им тело прикрывать груди. Да, да, да. На оборону ставить. В итоге нам разрешили. Все благополучно прошло. А на следующие игры уже там познакомились с девчонками из других команд. Они говорят, давайте я посижу и все. То есть вот из московской команды девчонки. В общем, очень помогли. Здорово. Наверное, подобная ситуация не редкость в таком спорте, когда нужно поддержать друг друга. И женщины, естественно, открыты и готовы общаться. В семье поддерживают вашу победу. Поздравили вас? Да, поздравили. Приехали. Муж встретил с цветами. Все. Все поздравил. То есть очень приятно было. Здорово. Вы бы хотели, чтобы ваша дочь профессионально занималась футболом? Я думаю, что да, я бы хотела, но я не буду ей навязывать вот так. Иди в футбол, занимайся. Просто я хочу, чтобы ребенок выбрал то, что ему нравится. Необязательно он должен продолжать дело родителей. Вот так я считаю. А если так же получится, что когда она вырастет, у нас до сих пор не будет профессиональной женской команды, нужно же будет в другой город ехать? Может быть, даже в спортивную школу в другой город поступать? Ну, я думаю, я ее отпущу все равно. Если речь пойдет о хороших контрактах. Да, да, да. Да, Марина, хотела еще спросить, помимо тренировок, может быть, какая-то диета у вас есть специальная? Как вы себя в форме держите спортивной? Диеты нет специальной, но я пью как бы, пью коктейли. Протеиновые, да? Да, протеиновые. То есть они помогают восстанавливаться после тренировки. Ну и все, в принципе, особо нет никаких диет. Ну и последний, наверное, в следующей программе вопрос. Зачем вам это все? Неужели не хочется просто, ну, хорошо, посидеть с детьми, в хужеом случае поработать, поухаживать за домом и ждать спокойненько себе мужа сработать? Зачем этот футбол? 20 лет, боже мой. Почему это все? Ну, потому что получаешь удовольствие от футбола, это самое главное. То есть и занимаешься любимым делом. Вот все, я считаю. Когда вы поймете, что вы уже достигли своего пика в футболе? Когда я поймете? Сама даже не знаю. То есть вы ставите себе какие-то цели на будущий сезон? Пока конкретных целей мы не ставим, потому что мы даже не знаем, что дальше будет с футболом в Кирове. И пока ничего загадывать я не буду. Но ЛФЛ-то вроде бы будет, обещают. Да, вот как раз надеемся на любительскую лигу, то, что она поможет поднять футбол вообще кировский. И, в принципе, уже это и происходит. Через интерес? Да. Через подъем интереса к футболу, к именно спорту, к явлению, к культуре зрителей. Правильно? Она вернется, мы надеемся с вами, да, Марин, со временем и любовь к профессиональному футболу в Кирове. Но это мы тогда и закончим сегодняшний эфир. Напомню, что мы его посвятили столетию женского футбола в Кировской области. У нас была достойнейшая из представительниц кировского футбола, это Марина Зыкова, бронзовый призер финального этапа чемпионата России по футболу 6х6 среди женских команд. Марин, спасибо огромное вам за эфир, спасибо, что рассказали. Всяческих вам побед, терпения, сил, здоровья, деткам вашим тоже здоровья. Да, и ждем вас с новыми победами. Спасибо. До свидания. До свидания. С верой в спорт. Продолжение следует...